Новости 24 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 Добрый день телезрители! Свой карантин я провожу здесь, среди гор и лесов. Среди этой красоты, думаю, никому не секрет, что горный Дагестан славится чистым воздухом и живописными пейзажами. Селение Лакахиевского района не исключение, и хочется сказать, что паники тут подаешься меньше всего. Отличное место для изоляции. Я вот сегодня специально вышла, прогулялась по улицам, поговорила с местными жителями, чтобы узнать, много ли людей переехали в села из-за угрозы коронавируса. Во время беседы дистанцию соблюдала, что очень важно. Могу сказать, что поток пока незначительный, приехали в основном студенты, которые в целях безопасности были переведены на дистанционное обучение. Давайте послушаем, что они говорят. Если честно, я чувствую себя защищенной больше здесь. Почему? Я не знаю, может быть, потому что здесь мои родители, здесь моя семья. Тут больше защищена на самом деле, потому что контакта с людьми в Махачкале больше, а здесь явно меньше. В селе у меня есть все, что необходимо для учебы. То есть мое местоположение на мой учеб никак не влияет. Мы выполняем задания, отправляем, выходим на связь. Все в обычном режиме, только дома. Повторюсь, село – это, конечно же, удачное место для того, чтобы спрятаться от вируса. Но только если ты уверен, что не являешься носителем COVID-19. В современном мире я так считаю, что вопрос скорости – это условное значение. В сельской местности, как правило, у нас сейчас работы нет. Многие люди ездят на заработки, зарабатывают, кто как может. Народ постоянно в движении. Поэтому я считаю, что сказать, что я живу на селе и сюда она не доберется – это на сегодняшний день. Я считаю, что это просто. Эксперты отмечают, что массовые переезды дагестанцев из городов в села могут привести необратимым процессом. Тем более, что в аулах Дагестана проживает большое количество пожилых людей, а они, как известно, находятся в зоне риска и тяжело переносят болезни. Все же, если вы планируете переезжать, то отнеситесь к поездке ответственно. Перед выездом соблюдайте двухнедельную самоизоляцию. А уже после, если нет никаких симптомов, пакуйте чемоданы. И думаю, эти горы и леса будут вам только рады. Во время карантина вселения скучать не приходится. Есть много работы, огород, куры, хозяйства. Так что есть чем заняться. Ах да, и по приезду сидите, пожалуйста, дома и ограничивайте контакты с людьми. А жители Хосебюрта информируют о введенных ограничительных мерах через громкоговорители. Спецтехника, оснащенная громкоговорящими устройствами, курсирует по улицам города, призывая население соблюдать меры предосторожности и по возможности не попадать дома и квартиры. Также оповещение населения велось посредством громкоговорящих устройств, расположенных на минаретах мечетей. Такие меры напоминают населению города о необходимости соблюдения общих мер предосторожности, которые позволяют снизить распространение новой вирусной инфекции и обеспечить безопасность себе и своим близким. В социальной сети бурно обсуждается видеоролик, на котором медицинские сотрудники в защитной форме посещают один из многоквартирных домов в Махачкале. Как выяснилось, целью визита сотрудников поликлиники номер 2 было установление лиц, имевших контакт с пациенткой с подтвержденным первичным тестом на коронавирус. Заболевшая женщина недавно вернулась в Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов. В данное время она находится на госпитализации. Всем лицам, контактировавших с пациенткой, даны строгие предписания соблюдать карантин, нарушение которого является уголовным преступлением. Всего под медицинским наблюдением находится 808 человек. Это те люди, которые вернулись из регионов или стран с зарегистрированными случаями COVID-19, либо имели контакт с инфицированными, сообщает Роспотребнадзор. Нарушители карантина ждут штрафы и уголовная ответственность. Мэр Макачкалы Салман Дадаев пригрозил штрафами и уголовной ответственностью предпринимателям, которые продолжают работу с 30 марта по 5 апреля, вопреки распоряжению главы Дагестана. Согласно документу, с 30 марта по 5 апреля в республике будут функционировать только продовольственные магазины и рынки, аптеки, больницы и некоторые учреждения. Дадаев призвал жителей без острой необходимости не покидать дома. Российские ученые создали три препарата для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. Два из них еще проходят испытания и один уже проверен на людях. Противовирусный препарат триазеверин был создан несколько лет назад уральскими учеными. Сейчас разработана новая форма лекарства, которая, по словам ученых, более эффективна для лечения респираторной вирусной инфекции. Лекарство уже готово для передачи на испытания. Второй препарат – фавипиравир. Это лекарство было изначально разработано для борьбы с инфекциями, вызванными РНК-вирусами. К ним относится и новый коронавирус. Наконец, третьим потенциальным оружием против коронавируса может стать фортепрен. Его разработали на основе лекарства фоспринил. Оно уже применяется для лечения коронавирусных инфекций у животных. Этот препарат уже прошел все стадии клинических испытаний. Лекарства заинтересовали китайских медиков. Ученые из КНР полагают, что вакцины помогут остановить пандемию. Хабиб Нурмагомедов не может вылететь из России, а Фергюсону ищут нового соперника. Сегодня утром чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире на своей странице в Инстаграм сообщил, что по-прежнему находится в Дагестане и по причине карантина не может вылететь из России в США. Таким образом, бой с Тони Фергюсоном находится под угрозой срыва. Американцы уже ищут нового соперника. Я в данный момент являюсь действующим чемпионом UFC. По моей линии бой не срывался. Я готовился и до сих пор готов. И только что я тоже сейчас тоже закончил тренировку. В данный момент тоже в любом месте, в любое время я готов драться с любым соперником. Так что в данный момент я нахожусь в недоумении, так скажем, что пройдет, как пройдет, в каком формате. И точно так же, как и у вас, у меня очень много вопросов. Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен уже в пятый раз подряд. Таковы новости на сегодня. Будьте здоровы и до встречи. Уважаемые соотечественники, мы все пристально следим за новостями в мире. Внимательно слушаем выступления президента нашей страны. И знаем, что обстановка вокруг достаточно серьезная. В последние дни я встречался с разными представителями исполнительной власти. Состоялась очень конструктивная встреча с главой республики Владимиром Абдуальевичем, с врачами и, конечно же, с Алимами. Намечена встреча с руководителем Роспотребнадзора. Исходя из наших обсуждений и встреч, хочу сделать обращение ко всем мусульманам. Во-первых, не нужно паники и истеричных походу по магазинам, рынкам, а также по гостям, чтобы делиться впечатлениями от увиденного и услышанного, как у нас принято. Тем не менее, недооценивать ситуацию тоже нельзя. Поэтому думайте над каждым своим шагом, завышивайте, так ли нужно вам совершить то или иное действие вне дома. Мы оказались в особом положении, в котором необходимо строгое соблюдение всех рекомендаций. Дорогие братья и сестры, в селе уберечь вас от существующих рисков заболеть, призываю в первую очередь отменить все массовые религиозные мероприятия, в том числе тазиады. Учитывая требования оставаться дома и без крайней необходимости не покидать жилье, осознать, что это время Всевышний дал для верующих не для скуки и раздражения, а наоборот для уединения в молитвах, покаяния, упоминания Всевышнего. Будем же благодарны Ему за это. Помнить, что все, к чему сегодня призывают нас эпидемиологи, это наша первоочередная обязанность. В Исламе особое место отведено в соблюдении гигиени, и чистота составляет половину имана в вере мусульманина. Делать омовение еще чаще и, как положено, очень тщательно, учитывая сегодняшние рекомендации. Ведь без положенного омовения всех частей тела даже наш намаз не защитивается. Не здороваться за руку, тем более, что это не является обязательным действием. Пользоваться закрытой одеждой, в том числе носить головные уборы, перчатки и надевать маски. Стараться пять раз в день молиться у себя дома. Намаз – это общение человека со Всевышним. Намаз делает нас более спокойными и уверенными в себе. Теперь перейду к вопросу обязательной пятничной молитвы. Совершение джума-намаза – важная обязанность, возложенная на совершеннолетних мусульман. Посоветовавшись с алимами и врачами-эпидемиологами, мы решили, во всех мечетах должны быть тщательно соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. Во время совершения пятничной молитвы необходимо соблюдение обязательного интервала в полтора метра между молящимися. Для того, чтобы совершить джума-намаз, необходимо прийти в мечеть в маске и с молитвенным ковриком, наличие которых ухода мечет будут проверять, подготовленные для этого волонтеры. Чтобы у каждого была возможность соблюдать соответствующую дистанцию между молящимися, разрешается совершать пятничную молитву во всех квартальных мечетях. Теперь о не менее главном. Те, кто попадает в категорию риска, не приходите на джума-намаз. В первую очередь, это люди старше 65 лет и несовершеннолетние до 15 лет. Не приходите на джума-намаз те, кто плохо себя чувствует и страдает хроническими бронхолегочными заболеваниями или имеют пониженный иммунитет. На время карантина можно не посвящать мечеть тем, кто испытывает страх заболеть. Требования к имамам всех мечетей. Следить за своевременной дезинфекцией мечети и месть омовения до и после молитвы. На пятничной молитве максимально ограничить время нахождения людей в мечети. И в конце хочу обратиться с убедительной проспой к предпринимателям. Не завишайте искусственные цены на товары. Уверяю вас, что в такой прибыли не будет благодати Всевышнего. Дорогие мусульмане, в муфтияте есть ответственные люди, которые мониторят ситуацию совместно с работниками органов власти и Росфод Рыбнадзора. Как я уже сказал, в ближайшее время намечена встреча с руководителем Росфод Рыбнадзора с главным эпидемиологом региона, после которой при необходимости будут дополнительные изменения в рекомендациях. Дуа – это самое сильное оружие верующих, поэтому будем молиться Всевышнего о защите и милости для всех нас. Помните о главном. Несмотря на то, что каждый изолирован за стенами своего дома, мы духовно едины и в искренности молить наша сила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин